Вопрос от Евгения, от Александра из Москвы. Я родился в бедной семье, и всю мою жизнь меня преследует хроническая бедность. Как этого избежать и как с этим бороться? Спасибо. Евгений, вы знаете, ваш вопрос очень злободневный, потому что в бедности сегодня живет подавляющее большинство населения. Я живу в Америке, это считается самая большая страна, которая потребляет, по-моему, 40% всех благ, которые есть на земном шаре. И мы живем совсем в другой среде, в совсем другом окружении. Скажем, по-моему, средний доход в Америке составляет, по-моему, что-то около 30 тысяч долларов или 25 тысяч долларов. Наверное, побольше будет на семью. В то время, как, скажем, в СНГ, там, где вы живете, в России, этот доход значительно меньше. И я вот, когда веду свои передачи, и ко мне обращаются люди, то большинство из них хотят получить этот сервис, но и близко не могут себе позволить его, потому что у них зарплаты несравненно низкие с нами. Это зависит от уровня жизни, и Россия, насколько я знаю, по уровню жизни находится на 137 месте, то есть практически в конце. Но есть еще более бедные там страны, которые в Африке. Зимбабве, Гватемала там, да. Есть очень много стран, тысячи, которые живут там, скажем, на доллар или меньше, чем на доллар в день. Есть статистика ужасающая, которая говорит, что сегодня в годы, когда у нас изобилие, а там несколько тысяч детей каждый день умирают от голода. Поэтому смотрите, почему я об этом сказал о статистике. Бедность — это некая характеристика нашего времени, потому что мы живем в Кали-Югу, это век невежества, когда люди забыли, кто они, и живут в неком забытии. Теперь по делу. Смотрите, деньги — это удивительный вопрос, деньги — это энергия. Вам нужно понять, осознать и стать специалистом в этом вопросе. Вы должны понять, что для того, чтобы зарабатывать деньги, вы должны знать законы, по которым деньги циркулируют. То есть деньги — это не просто предмет такой, они есть или нет. Это все равно, как вы бы написали. Вы знаете, Григорий, у меня, я собираю, так сказать, мед, но у меня пчелы последний год, или мои вот в этом регионе, дают его очень мало. Что делать? Я бы вам сказал, обратитесь к профессионалу, проанализируйте, бла-бла-бла-бла-бла-бла, и поймите, почему у вас так происходит. То же самое с деньгами. Как правило, в основе лежат скрытые негативные программы из детства. Когда мы проводим семинары по деньгам, то мы вводим людей в некую медитацию, в некий легкий гипноз, и мы просим, чтобы они вспомнили те слова, те программы, которые говорили их родители. И очень часто получается, деньги наживаются с потом, деньги это зло, иметь много денег это плохо, богатые плохие люди, денег мало всем не хватает, за деньги надо бороться, и так далее, и так далее, и так далее. То есть у среднего человека очень много негативных программ. К сожалению, у нас нет прямого диалога, потому что первый вопрос я вам задал, какими были ваши родители. По всей видимости, часто бывает, что у детей, у которых бедность, они продолжают хроническую бедность их родителей. И они просто находятся в этой программе. Следующее, вот предыдущий вопрос, как раз касался, вот первый вопрос, о призвании. Многие люди занимаются не тем делом, и когда вы выполняете, скажем, работу, которую вы не любите, то вы ее выполняете без радости жизненной. Нету энергии, нету любви, нету желания что-то делать. И как результат, нету ответного посыла. Вы не получаете тех денег, которые нужны. Конкретные советы. Первое. Сегодня на вебинарах есть очень много в интернете бесплатных вебинаров, очень хороших на тему денег. Есть очень много полезных книг, опять, даже в интернете бесплатных. Станьте специалистом, начните читать, начните ходить по вебинарам. Поймите, где у вас есть прокол. Второе. Займитесь вопросом своего призвания. Я не знаю, что вы делаете. Может быть, вы без работы, может быть, вы на дотации жены. Я не знаю. Поймите, какие причины. Может быть, у вас есть хроническая депрессия. Я не знаю. Слово «хроническая» обязательно с чем-то связано. Ну и опять, если у вас появится необходимость проконсультироваться со мной, я буду очень рад помочь вам в этом вопросе. В любом случае, станьте оптимистом и поймите, что хроническая бедность — это вопрос решаемый. Это всё зависит от вас. И вы в этой жизни сможете стать богатым человеком. Вот послушайте опять. Если в слове «работать» и слово «раб», то в слове «богатство» — это как бы Бог об основе слова «лежит». Это создать божественные отношения с потоком энергии и вашим трудом. Субтитры создавал DimaTorzok